Молодая мама, когда вы воспитывали детей, не было ли у вас ощущения, что что-то пропускаете в общественной и политической деятельности? И когда часто срывались и были не с детьми, не было ли мысли о том, что сейчас нужно быть рядом с ними? Как совместить это нереальное желание работать и желание быть нормальной матерью и своим детям? Совмещается очень просто. Когда вы работаете, вы ловите кайф от того, что вы работаете. Когда вы с детьми, вы ловите кайф от того, что вы с детьми. Если вы будете работая, думать о детях, а сидеть с детьми, думать о работе, то это все равно, что вы приходите в ресторан, тратите огромное количество денег на шикарное меню. И когда вы его едите, вы думаете, боже мой, какое говно, лучше бы я гречку съела с селедкой. Потом вы приходите домой, на следующий день вы варите гречку, которой, кстати, в Украине уже нет, ставите селедку, начинаете это еду и думаете, какое говно, лучше бы я пошла в ресторан. Это называется неосуществленные желания. Вы все время в потоке того, что то, что есть сейчас, вам неинтересно. Это неэнергично. Энергично быть эгоистом, любить все в данный момент, что вам нравится. Не думайте о другом. Одна мысль и одна радость. Все. Все просто. А как найти время, чтобы совмещать детей и... Расписать. Расписать. Да, расписать. Вот как только начинаете расписывать, оказывается, все нужно уложить. Особенно если учитываются, в Киеве же полно пробок, учитываются еще и пробки, потоки, противотоки. Я учитываю все. Даже как звезды на небе сложились. Если погода плохая, дождь льет, голова болит. Ну, не надо дергаться. Вот туда нам не надо. Нам вот сюда надо, вот сюда надо. И наоборот, бодрость, солнце. Ага, сегодня энергии, сегодня успею больше. И каждый день надо расписывать. Одесситка интересуется. Здравствуйте. Слышала, что во время тренинга вы рассказываете о том, как походить за два месяца на 16 килограмм. А как? Расскажите, пожалуйста. Не есть. Совсем? И есть до 4 часов дня. Не мешать белки с углеводами. И исключить хлеб и сладко. После 4 можно закидывать в рот, как только возникает чувство голода, кусок сыра, яблоки. Ну, что хотите. Но должно быть кратковременное закидывание в рот. Вы не садитесь за стол и не едите масштабно. И пьете 2 литра воды в день. Тогда через 2 месяца вы уберете 16 килограмм при условии, что вы очень полное. Если вы худая, вы не уберете 16 килограмм из организма, потому что от вас нафиг и скажут, что я жить хочу. То есть убирают за 2 месяца большой вес, только люди с очень излишним весом. Чем вес меньше, чем гармоничнее человек, тем тяжелее ему потерять даже каких-то несчастных полкило. Алла, у нас очень любят говорить о свободе слова, а точнее о ее отсутствии. Что скажете об этом, как журналист и человек со стороны? Независимые средства массовой информации и свободы слова являются одним из инструментов контроля власти в демократическом обществе. Если закрывают этот клапан, то постепенно контроль исчезает и власть становится неограничена. А еще недавно в Украине была свобода слова, но люди захотели хлеба. Теперь они решили, что хлеб будет. Оказалось, что хлеб в кавычках, что его не так уж достаточно, чтобы не скучать о свободе слова. Поэтому лучше и хлеба, и свобода слова не хватает. И в России, и в Украине, чем в России не хватает уже давно, а в Украине, по-моему, так медленно начинает чекать и затянуться. Марина, приветствую вас, Ирина. Хотелось бы узнать, сколько вы спите в сутки? Как удается всегда быть такой энергичной и при этом еще замечательно выглядеть? Я сплю 6 часов в сутки, иногда 7, очень редко 8. Выгляжу прилично, во-первых, в силу генетики, азиаты вообще. Такие долгоиграющие пластинки. Азиатские женщины вообще взрослеют медленно. У меня один мужчина сказал, что я отношусь к женщинам, у которых продленная жизнь во второй половине жизни. То есть есть жизнь продленная в начале, когда человек очень интенсивно живет в начале, то очень быстро старее. А я отношусь к типу, который очень долго живет не как, а потом вдруг как полетел. А энергия за счет самореализации. Я делаю то, что мне нравится. Поэтому не устаю. То есть я могу устать, но все равно это усталость приятно. Если я делаю то, что мне не нравится, я тут же устаю. И поэтому я решила не уставать, не заниматься больше никогда тем, что мне не нравится. Даже если мне за это дают большие деньги или хороший социальный статус. Ну и конечно обязательно спорт и здоровое питание. Кстати, занимаетесь ли вы спортом, как питаетесь? Продолжение вопроса. Значит, питаюсь опять же, разельное питание. Хотя могу в командировке все нарушить. Сейчас вот у вас в Палас отеле наелось бутербродов по полной. Траволаз, что называется. Ну в принципе, разельное, белки, углевод. А сладкого почти не ем. Исключаю десерты на обед. То есть у меня нету первого, второго, третьего. У меня очень много салата. И второе. Я не ем супы и не ем десерты. Значит, этого держусь. И после шести-семи я не ем вообще. Вот сегодня в Киеве прочитаю мастер-класс. Вот сейчас пообедала. Нарушу все законы. Но потом я поеду к шести читать мастер-класс. Будут и продолжаться до десяти вечера. Потом я приеду и лягу спать. Я сегодня больше есть не буду. Это моя последняя. Вот так держусь. Спорт. А чем я занимаюсь? Я занимаюсь пилатесом два раза в неделю. Я бегу по дорожкам. Я катаюсь на горных лыжах. И я занимаюсь фитнесом. А как восстанавливаете себя после больших эмоциональных, физических нагрузок? У меня с собой в чемодане всегда лаванда, концентрированное масло. Нужно налить в ванну, туда десять капель лаванды, погрузиться, закрыть глаза, 20 минут полежать, а потом спать. Все уйдет. С водой все уйдет. Но это должен быть не душ. Потому что душ не снимает. Усталость он бодрит. А по-настоящему усталость снимает ванну. Диана. Ирина, хотелось бы получить прогноз отношений между Украиной и Россией на ближайшее время. Время президентства Виктора Януковича. Какими будут эти отношения? Добрососедскими, братскими? Или Россия за газ примется доить Украину? Я думаю, что с приходом Януковича отношения с Россией будут более сбалансированы. Это не важно, насколько нравится вам политика Януковича, но она нравится России. Я говорю про верхи. Поэтому объективно противоречий будет меньше. Кто бы ни пришел у нас к власти из Дову Верат. То есть не Медведев и Путин заинтересованы в том, чтобы наладить конструктивные прогнозируемые отношения. Поэтому я думаю, что у них будет все хорошо. Мы будем добра и соседствовать. Даша спрашивает. Добрый день. Ирина, вы жена, мать, писатель, общественный деятель, в прошлом еще и политик. В какой из этих ролей вы чувствуете себя наиболее комфортно и счастливо? В соответствии с этапом. Я 13 лет была политиком, ловила абсолютно 100% на карьер. Сейчас я читаю в мастер-классе, я фактически коуч, тренер. И пишу книги. Последние книги дала в жизни. И написала прямо на одном дыхании. Хотя я писала целый год. И тоже ловлю полный кайф. У меня не бывает так. У меня компромисс. Я бы хотела чем-то заниматься. Но то, что я сейчас делаю, мне дико не нравится. Но в будущем, вот каждый раз, что я делаю, то мне и нравится. Нравилась бы политика, я бы не ушла. Но она мне разомравилась, потому что там пришлось бы быть уже другим человеком. Я себя и свои ценности не обмениваю ни на что, потому что они дают энергию. Ганна. Здравствуйте, Ирина. Спасибо вам за татуировку. В свое время мой муж, увидев фото с татуи у вас на предплечье, разрешил сделать татуи мне. До этого ни в какую. Где? На попелы. А тут вдруг сказал, ну раз уж у Хакамада есть, то и ты, пожалуй, можешь сделать. Если я не ошибаюсь, у вас на плече иероглиф, символизирующий рождение и саму жизнь. Да. Какие еще символы вы могли бы нарисовать на своем теле? Что для вас еще настолько свято и важно, что вы согласились бы всю жизнь носить это на себе? Любовь. Каждый человек готов носить на себе любовь с утра до вечера. И сколько бы ему ни было лета. Жизнь это и есть любовь. У вас одна татуировка. Больше не собираетесь делать? Нет. Даже любовь? Даже любовь. Нет. Любовь придет вместе с жизнью. Вопрос от Аристарха. Что вы думаете по поводу политической ситуации в Украине с высоты вашего опыта? Ну, в Украине идет процесс стабилизации, который дальше выродится в двух сценариях. Или успокоение политической системы некоторое создаст базу для прорыва, либо может привести к застою. И то и другое зависит от того, насколько политика в Украине, как оппозиционная, так и у власти, будут ответственны за будущее страны. То есть если и те и другие представляются себе в стратегии, чего они хотят, какой они хотят страну, они к этому будут двигаться. Если главное это моя собственная власть, моя позиция и текущий оперативный, конкурентный какой-то реванш, тогда будет шалтай-балтай. Но я надеюсь, что и те и другие выбрали для себя единственный путь, это европейский путь развития, демократический, с национальными особенностями, с сохранением всей национальной идентификации. И в отличие от России, не будут изобретать какой-то особый путь суверенной демократии, спокойно будут развиваться. Мила пишет. Вопрос не по теме, но интересно ваше мнение. У нас очередной скандал с выбором претендента на Евровидение. Говорят, подтасовки произошли и прочее. Это уже не первый год происходит. Как считаете, не попрупно с этого конкурса в Европе устав от наших дрязг? И как это все происходит у вас в России? Скажу вам честно, вот меня вообще не волнует Евровидение, Папса, все эти конкурсы мне интересуют. Но знаю только одно, что действительно в шоу-бизнесе прозрачной конкуренции нет. Эта болезнь одинаковая для всех стран, в том числе и России, и Украины, и Европы. Везде все одно и то же. Наталья пишет. Почему вы все-таки ушли из политики? Я не так просто ушла. Я выдала свою программу, будучи оппозиционным кандидатом в президенты в 2004 году. Я создала после этого еще раз, третий раз, собственную партию «Свободная Россия». А потом я поняла, что ее даже не регистрируют, а митинговая деятельность меня не интересует. Вот этим мы и отличаемся с Юлей Тимошенко. Я занимаюсь только тем, что для меня адекватно. Поэтому я поняла, что больше мне места нет. И вторая проблема, которая в России существует и актуальна, это то, что те, кто участвовали в модернизации страны в 90-х годах, на всю жизнь прокляты большей частью населения за то, что жили люди тогда тяжелые. Поэтому мы можем учить новых лидеров. А выходить на передний план должны молодые, которым никто уже не скажет, что ваша приватизация или ваша шоковая терапия или ваш развал Советского Союза не дает вам мандаты на будущее. Поэтому все сложилось так, что я считаю, что моего исторического вместа на данный момент в политике нет.